Доброго утра! Как ты сразу не обрадовала наших зрителей. Доброго утра! Вас приветствует Тейс Розумовская. И Дмитрий Спиваков. Ну и как всегда мы вам говорим здравствуйте с чашечкой кофе на скафе Голд в руках и рассказывая о самом интересном из того, что происходит в мире. Вот, кстати, этим мы и будем радовать. Итак, сегодня мы расскажем вам о том, как интуиция может привести к богатству. О самой высокой девочке в мире 11 лет, 208 сантиметров роста. Колоссально. О том, как найти донора на хоккейном матче. И, наконец-то, наконец-то в нашу программу, несмотря на то, что сейчас зима и они в спячке, вернулись медведи. Хорошо, что не к нам буквально в программу вернулись медведи. Ну, один шатун тут все-таки в наличии. Ну и, конечно, несколько интересных фактов о сегодняшнем дне в истории. 101 год назад, в 1917 году, была образована Национальная хоккейная лига НХЛ. На тот момент в одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире вошли пять клубов. Монреаль Канадиенс, Монреаль Марунс, Торонто Аренас, Оттава Сенаторс и Квебек Буллдогс. Первый сезон НХЛ прошел 19 декабря 1917 года в Монреале. В настоящее время в лиге играет 31 команда из 30 городов США и Канады, которые ежегодно сражаются за самый главный трофей лиги НХЛ – Кубок Стэнли. Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых популярных в мире детских телепередач. Как ты думаешь, какая? Спокойной ночи, молодцы. Правильно, это весьма уникальный и успешный проект, один из самых невероятных в истории телевидения, ведь сейчас ее смотрит и очень любит уже четвертое поколение зрителей. Дима, я поняла одно, мы с тобой похожи на Филию и Каркушу. Я стесняюсь спросить, Таис, кто из нас? Ты Филя, я Каркуша, все очевидно. Смотри, ты сейчас просто ходишь по минному полю. В СССР эта программа стала самой первой познавательно-развлекательной семейной телепередачей. Она, кстати, до сих пор занимается формированием семейных ценностей, воспитанием в детях базовых каких-то человеческих понятий. Передача «Спокойной ночи, малыши» свою историю ведет с 26 ноября 1963 года, с того дня, как она стала разрабатываться на Шаболовке, когда стали писать сценарий, рисовали эскизы этих самых кукол, когда наконец-таки разрабатывали декорации. Я вот подумал, хорошо, что ты не сказала, что я Хрюша. 26 ноября 1939 года родилась Тина Тернер, обладательница премии MTV Music Awards, восьми премий Грэмми, звание королева рок-н-ролла. Сегодня знаменитая Тина Тернер ведет активный образ жизни, много выступает, записывает песни. В ее дискографии более 10 альбомов. На многие ее песни сняты клипы. По мнению журнала Rolling Stone, она является одной из величайших певиц современности. Ну и, конечно, канунцам дня сегодняшнего, сегодня в 10.00 пройдет ежегодная научная конференция Национального художественного музея Молдовы. В Кишиневе завершились дни детской библиотеки. На неделе проводились тематические конференции, мини-семинары, вручались награды. Писатель Николай Бусуев представил свою новую книгу. Была организована выставка молодого художника Калины Янаки, но самым долгожданным событием была презентация нового букваря под названием «Обичий дарт», составленного поэтом Василием Романчуком. Они еще не знают теорему Пифагора и таблицы умножения. Правила правописания эти ребята выучат позже. Воспитанники детского сада сейчас знакомятся с самым элементарным – алфавитом. Учить буквы дошкольникам теперь стало намного интересней, ведь в руках новый букварь с красочными иллюстрациями. Автор учебника – Василий Романчук, у которого за плечами десятки изданных книг для детей. Составить новый букварь ему предложила одно из кишиневских издательств. Василий Алексеевич ответил согласием без долгих раздумий. Над книгой работал четыре месяца, вложил в нее частичку сердца. На презентацию труда автор пригласил своих юных читателей в библиотеку. Книга для детей пишется намного сложнее, чем любая другая книга. Она должна быть доступной и понятной. Детям нужно сказать не только чик-чирик и другие подобные фразы, но и объяснить важные вещи, доступные для их понимания. У букваря единая концепция. Тема учебника – животные. На каждой странице четверостишки и картинка с изображением лесного обитателя. Когда ребенок изучит всю книгу, он познакомится и с фазаном, и с ежиком, и с лисой. Последние несколько страниц отведены цифрам, чтобы дети научились не только читать, но и считать. Букварь составлен таким образом, что детям намного легче будет выучить новую букву. Например, если ребенку нужно выучить букву Д, то весь текст напечатан черным шрифтом, а буква Д – красным. Взрослые говорят, что самое главное – привить ребенку любовь к текстам, к учебе, заинтересовать его настолько, чтобы получение знаний стало для него настоящим увлечением. И в этом ответственность лежит не только на воспитателях детских садов и библиотекарях, но и на родителях, старших братьях и сестрах. Чтение ребятам книг вслух и рассказ истории положительно влияет на них. Воображение ребят обогащается, они начинают быстрее говорить, запоминают новые слова, развивается творческое мышление. У Василия Романчука в детстве своего букваря не было. Читать его учили старшие сестры. То, чего ему не хватало в детстве, он теперь с удовольствием дарит детям. Говорит, что обязательно напишет для дошкольников и учащихся начальных классов еще несколько книг. Ведь взрослая жизнь начинается с освоения самых элементарных знаний. Полиция продолжает информировать школьников о вреде наркотиков. Акция под названием «Я люблю жизнь, я говорю наркотикам нет» и мероприятия в рамках этой акции будут проводиться до 14 декабря 2018 года. Они проходят в 7-12 классах учебных заведений столицы. Вместе с тем дети и подростки проинформированы о возможности участия в конкурсе «Скажи нет» наркотикам, которые проводятся в рамках этой кампании. «Кампания лансата из Института полиции, не покажет, что имплекария случается в штатской дидактической аппликате, если он на фарке беневенита, в рамках этой кампании. Поэтому я считаю, что ей примес к информации не только для дириженцей класса, не только для администрации в институте, но и для других людей, которые отвечают за импакт, если вы проведете на этот год». И вот, наконец, этот миг настал. Наши долгожданные новости. Наконец-то появились новости о медведях. Ой, ну как давно их не было. Вообще, медведи – это практически второй символ нашей программы. А первый? Ну, тут есть один шатун, понимаешь, как бы я сейчас про себя говорю. А о медведях настоящих, нормальных, мы вот любим, обожаем просто рассказывать. Да, и наконец-то появилась новость. В Неваде, штат Калифорния, недавно сотрудник полиции освободил медвежонка, откуда бы вы думали, из захлопнувшегося мусорного бака. Ну, откуда еще, понимаешь, зима, кушать хочется. Хочется. Поэтому мусорки – это самое место, где можно найти еду. На загруженной в Твиттер видеозаписи видно, как медведицы наблюдают за происходящим с соседнего холма, а при этом сержант Монпер, который помог медвежонку выбраться из плена, рассказал, что за последние недели таким же аналогичным образом он уже спас двух медвежонок. Какой-то настоящий медвежий герой. Кстати, коллеги его в шутку уже даже прозвали «Медвежий Шептун». «Медвежий Шептун», это мило. Правоохранительные органы, естественно, уже обратились к местным жителям с просьбой закрывать мусорные баки, дабы избежать подобных инцидентов. Порой непрогнозируемые бывают наши решения и какие-то последствия поступков. Вот, например, иногда хоккейный матч может спасти жизнь. Совсем недавно американка по имени Келли Савацкий нашла донора почки благодаря баннеру, который она принесла на матч национальной хоккейной лиги. Ее история опубликована на сайте НХЛ, кстати, у которого сегодня день рождения. В марте 2018 года Питтсбург Пингвис, она является поклонницей именно этой команды, пришла на встречу с Монреаль Кеннеди с плакатом, на котором было написано. Далее цитатов. «Хоккейные фанаты мне нужна почка! Искренне ваша Келли!» Пресс-служба Питтсбурга опубликовала это фото в своем твиттер-аккаунте и чуть позже она стала вирусной. Публикацию эту увидел житель штата Делавер Джефф Линд. Он-то и предложил девочке свою почку, причем сделал это абсолютно безвозмездно. Потребовалось 8 месяцев для того, чтобы уладить все вопросы. И вот, наконец, 6 ноября в Савацкий была проведена операция. В настоящее время как она, так и ее донор чувствуют себя хорошо. Ну и небольшая история, которая предшествовала произошедшему. Но в канун Рождества 2015 года Савацкий подхватила инфекцию, которая привела к заражению кровью. У нее стали отказывать легкие и почки. В результате врачам удалось стабилизировать ее состояние, но ей была необходима пересадка почек. Ситуация осложнилась, когда болезнь стала прогрессировать, и Савацкий могла не дождаться донора. Поэтому-то она и пошла на этот шаг. Решила попросить помощи у хоккейных болельщиков. И, что характерно, это все-таки сработало. Ну, правда, это отчаянный шаг, но и отчаянные меры были необходимы, на мой взгляд. Поэтому не бойтесь озвучивать то, что вам необходимо перед широкой аудиторией. Тогда удача всегда будет вам улыбаться. О том, что еще происходит в мире, знает, как всегда, наша коллега Олеся Коряк. Олеся, доброго тебе утра. Спасибо, Дима. Тем более, что я нашу широкую аудиторию совсем не боюсь, а, напротив, очень люблю. Доброе утро и удачного старта новой недели всем вам, дорогие телезрители. В этот час мы уже готовы поделиться с вами некоторыми новостями. Молдову и Россию ожидают увеличение товарооборота между странами в разы. Об этом заявили участники заседания Молдороссийского экономического совета. Собрание провели в Москве. На нем выступил и президент Молдовы Игорь Дадон. Эксперты обсудили краткосрочные и долгосрочные перспективы бизнеса в Молдове, договорились отслеживать развитие инвестиционных проектов. Российские бизнесмены заявили о готовности увеличить объем инвестиций в Молдову минимум до 1 миллиарда долларов в год. Однако российские бизнесмены не готовы рисковать финансами и хотят определенных гарантий. Прийти в Молдову они намерены при наступлении политической стабильности в стране. Российский бизнес настроен на очень активную работу. Те инструменты, которые мы создаем, просто помогут молдавским и российским предпринимателям преодолеть те сложности, которые последние годы накопились, связанные с границей, таможней, отсутствием каких-то инструментов, недопониманием и разными юрисдикциями. По окончанию заседания молдавский президент назвал его новым успешным этапом реализации стратегической программы, благодаря которой будет восстановлено полноценное торгово-экономическое сотрудничество между Молдовой и Россией. Сегодня услышали, увидели желание со стороны российских партнеров приходить в Молдову, приходить надолго. Из того, что я сегодня услышал, я думаю, что во второй половине следующего года, в зависимости от внутриполитической ситуации в Республике Молдова, у нас будет очень серьезный прорыв по всем направлениям, я имею в виду инвестиционным. То, что касается торговли, я жду серьезного прорыва после Нового года. Напомним, ранее президенты двух стран достигли договоренности о снятии таможенных пошлин на пять товарных позиций, представляющих основу экспортного потенциала Молдовы на вино, консервы и плодо-овощную продукцию. Члены Совета договорились об оказании содействия в реализации соглашений и меморандумов о сотрудничестве, подписанных на Первом Молдороссийском экономическом форуме. Также на заседании рассмотрели предложение ввести бренд «Сделано в России», который можно было бы использовать для маркировки продукции из Молдовы, прошедшей полный контроль. Предполагается, что при внедрении бренда будут учтены особенности юрисдикции обеих стран и растаможивание будут проводить прямо на территории Молдовы. Для этого планируется открытие специального логистического хаба, в котором будут проводить досмотр как сторона производителя, так и российские специалисты. Проживающие за рубежом граждане нашей страны смогут получать молдавские пенсии. Соответствующий законопроект парламент принял во втором чтении. Для установления права на пенсию гражданин должен подать заявление в отдел национальной кассы соцстрахования по последнему месту жительства в нашей стране. Также бенефицар будет обязан раз в год предъявлять ведомству справку, подтверждающую, что он жив. В случае, если получатель не представит документ по истечению установленного срока, выплата пенсии будет приостановлена. Отметим, что на данный момент договор о социальном страховании, предусматривающий подобную возможность, наша страна заключила пока только с 12 странами, среди которых Румыния, Чехия, Португалия, Болгария и другие. Напомним, весной этого года Конституционный суд постановил, что проживающие за границей молдавания имеют право на пенсию. Новости международные далее. У жителей Токио появилась уникальная возможность познакомиться поближе с русской живописью. Там открылась выставка картин Третьяковской галереи. Экспозиция под названием «Романтичная Россия» состоит из работ художников 19 и 20 веков. Их картины по замыслам организаторов должны передать японской публике чувства и эмоции, которыми пронизано русское искусство. Подбор картин на этой выставке тщательно продуман. Осенние пейзажи Левитана, Шишкина, Мясоедова – первое, что встречает токийцев, когда они входят в этот зал с улицы. В Японии сейчас в разгаре сезон любования отцветающей листвой. Из японской осени зрители попадают в осень русскую. Чем похожи, чем они отличаются? Третьяковская галерея отвечает на этот вопрос шедеврами русских художников второй половины 19-го – начала 20-го веков. За осенью следует зима – жанровые сцены обычных людей. Обо всем этом японцы читали у Толстого, Чехова, Гоголя, Тургенева. Русских писателей в Японии знают гораздо лучше, чем художников. Слышали в произведениях Чайковского, Мусоргского, Римского, Корсакова. А теперь уникальный шанс увидеть, как это все выглядело на самом деле. Эти картины интересно разглядывать, их интересно обсуждать. Там есть сюжет, там подмечены какие-то очень яркие выразительные детали. И эта выставка, я думаю, один из шагов на пути к действительно серьезному глубокому знакомству Японии с отечественным изобразительным искусством. Сцены природы чередуются с галереей портретов. Великие люди на великих полотнах. Репинский, Крамской и Рубинштейн, или Шаляпин, Кисти, Коровина. А за ними целая серия картин женских образов. От реальных до сказочных, как эта Снегурочка Виктора Васнецова. Действительно, эта картина выбрана для японских зрителей для того, чтобы можно было и это рассказать, расширить их знания. И потому, что в ней действительно соединяется музыкальный, словесный, драматический, поэтический, живописный образ воедино. Выставка «Романтичная Россия» проходит в рамках Перекрестного года культур России и Японии. Но далее перейдем к обзору основных спортивных новостей. Сильнейший молдавский теннисист Раду Албат вышел в полуфинал турнира серии «Челленджер» в индийском городе Пуна. В полуфинале он обыграл индийского спортсмена Саси Кумар Мукунде со счетом 6-3, 4-6, 6-1. Следующий соперник Албата в полуфинале – Праджни Шигуннес Варен самым высоким местом среди теннисистов из Индии в рейтинге ATP 110. Молдавский теннисист занимает 102-ю строчку. О других достижениях наших спортсменов и лишь предстоящих событиях узнаете из нашего традиционного обзора. Двое молдавских спортсменов стали призерами международных состязаний в Болгарии. Воспитанники отделения вольной борьбы муниципальной спортивной школы Камрата завоевали серебряную и бронзовую медали. Второе место занял Александр Тулба в категории 59 килограммов. И третье – Роман Фазлы в категории 43 килограмма. Всего в турнире приняли участие 250 спортсменов из Греции, Македонии, Турции, Украины и Молдовы. Генеральный секретарь Ассоциации европейских футбольных клубов Микеле Чентенара поздравил президента футбольного клуба «Шериф» Виктора Гушана за воеванием команды 17-го чемпионского титула. Как он отметил в своем послании, это достижение является кульминацией вдохновляющей и напряженной работы сотрудников на всех уровнях футбольного клуба. Чентенара также пожелал команде успехов в соревнованиях УИФА в следующем сезоне и предстоящих играх национальной дивизии. Команда студентов Государственного университета города Камрад стала победителем республиканского турнира по футболу «Студенческая лига» среди высших учебных заведений Молдовы. Футболисты были удостоены золотых медалей и главного кубка футбольного чемпионата. Организатором республиканского турнира «Студенческая лига» выступила Федерация футбола Молдовы. Всего в чемпионате приняли участие команды 15 университетов страны. А на данный момент наш утренний новостной блог завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и всей недели. И, конечно же, доброго утра. Коллеги, вам слово. В понедельник после долгих выходных важно привести себя в тонус, свежей информацией быть в курсе всего происходящего в мире. Поэтому, Олеся, огромное тебе спасибо за те новости, которыми ты с нами делишься. А мы продолжаем наше утро. Их как будто не существует, но налоговая инспекция своим всевидящим оком в Саурону, например, прекрасно знает, что происходит на территории нашей страны и может наказать даже виртуальных нарушителей. Под раздачу попали некоторые виртуальные магазины, которые вели свою незаконную деятельность. Изворотливым предпринимателям пришлось заплатить штрафы. Наверняка многие из нас пользуются интернет-магазинами. Конечно, их популярность сегодня неоспорима. Но как часто мы задумываемся о налоговой цене вопроса. Судя по результатам последнего рейда, в Молдове об этом думают в последнюю очередь не только покупатели, но и сами продавцы. По данным Государственной налоговой службы, только с августа 2017 года по август 2018 было составлено 169 протоколов, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью в интернете. Из штрафов на общую сумму в 234 тысячи лев, 212 тысяч пришлось на штрафы физическим лицам, которые занимались коммерческой деятельностью посредством соцсетей. То есть это было способом их постоянного получения дохода. При этом данные лица не были юридически зарегистрированы. Они действовали вне правового поля. В Молдове самым распространенным местом незаконной онлайн-продажи товаров и услуг, как утверждает специалист, стал портал 39.md и соцсеть Facebook. Там лучше всего удается реализовать мобильные телефоны, наручные часы, косметику, компьютерную технику, автомобильные аксессуары и запчасти, а также услуги, связанные с авторемонтом. Сотрудники налоговой службы порой месяцами занимаются только одним отдельно взятым случаем, чтобы выследить продавца и доказать неправомерность его действий. Главная проблема в том, чтобы определить объем продажи, ведь онлайн-оператор, так называемый консультант или веб-адрес самого магазина могут меняться хоть каждый месяц, при том, что физическим лицом остается один и тот же человек. Сегодня, например, адрес условный флуари.мд, завтра флорь.мд, а послезавтра это может быть флорь24.мд. Нам еще не так трудно, когда домен молдавский, мд, но ведь есть .com, есть множество других доменов и сайтов, которые мы не в состоянии отслеживать. Зато можно отслеживать объем ввозимого товара, чем государственная налоговая служба и занимается. Сейчас, в частности, активнее ведется мониторинг физических лиц, которые регулярно делают интернет-покупки. Как правило, из Китая. Чаще всего именно эти люди осуществляют сбыт уже на территории Молдовы. Чтобы не оказаться в числе свыше полутора сотни оштрафованных, государственная налоговая служба призывает вести бизнес законно регистрировать свою коммерческую деятельность. Передовые технологии автомобилестроения в России шагают семимильными, простите за тавтологию, шагами. Как говорят специалисты, все гениальное просто. И они уже тестируют автомобиль на солнечных батареях. С ним вам не надо будет искать зарядную станцию, подсоединять зарядку. Вообще, самый настоящий солнцемобиль. Ну что же, последуем за солнцем и мы в нашем следующем сюжете. Чтобы подзарядить этот электромобиль, необязательно искать розетку. Можно оставить машину на открытом месте. К концу дня она накопит довольно много энергии. Ведь ее капот и крыша – солнечные батареи. Мы провели 3D-оцифровку, соответственно, транспортного средства. Воссоздали уже в стекле капот. После этого мы взяли фотоэлектрические ячейки, это солнечные панели, и с обратной стороны их приклеили на инкапсулянт, который позволяет убрать воздух. Всего здесь 120 ячейк. Соединены так, что даже если одна выйдет из строя, система продолжит работать. А капот открывается? Безусловно. Помимо электродвигателя здесь прячутся аккумуляторы. Причем ячейки находятся в специальном блоке. Он их охлаждает или наоборот подогревает, чтобы вокруг батареи всегда было 20 градусов. Это очень важно, так как у нас в России климат очень сильно разнится. От плюс 30 до минус 60, грубо, 50 градусов. И мы должны были сделать именно систему термостатирования, которая позволит работать батареей во всем диапазоне климата. Но вообще такой автомобиль больше подходит для солнечных регионов, вроде Краснодарского края или Приморья. Там большую часть дней фотоэлементы будут давать прибавку к пробегу чуть ли не в 20 километров. Но инженеров заботила в первую очередь экология. Использование возобновляемой солнечной энергии нам позволяет за год сэкономить 300 киловатт-часов энергии. То есть в пересчете на выбросы СО2 это 215 тысяч грамм СО2 в год. Надо сказать, в мире уже существуют серийные автомобили с фотопанелями. И во всех случаях электричество, что они дают, скорее приятный бонус. Основная ставка на традиционные источники. Машины, которые обходятся одной лишь энергией солнца, строят пока лишь для инженерных соревнований. Основная проблема это то, что даже самые эффективные панели, размещенные на крыше автомобиля, в самую яркую погоду не способны выдавать достаточное количество энергии для продвижения полноценного автомобиля. Поэтому приходится делать облегченный корпус, очень обтекаемую форму и низкий вес. Это модель от студентов и аспирантов Санкт-Петербургского политеха. Прошедшим летом она участвовала в Американ Солар Челлендж. Показала скорость в 105 километров в час. И, кстати, была признана лучшей машиной от команд новичков. Сегодня в политехе работают над созданием второго солнцемобиля, с которым уже через год планируют выступить на чемпионате в Австралии. Утро это прекрасное время для взрослых людей, когда можно почувствовать себя школьником. Тебя, ну, взрослых дядечек, жена собирает на работу, говорит, одень шапочку, чтобы не простудиться. Что еще? Ну, например, вот так. Завтра готовят, конечно же. Завтра готовят. Пуговички застегивает на дубленочке. Ты знаешь, сейчас самое время застегивать пуговички вот так, чтобы не заканчивались где-то вот здесь. Понимаю. Чтобы только глаза проглядывать. Ну, в принципе, как ты обычно ходишь по улицам. Итак, дамы и господа, не забывайте следить за собой. На улице холодно, не простудитесь. Мы смотрим короткую рекламу, скоро вернемся. Генеральный спонсор передачи «Нес Кафе». Данный материал содержит элементы рекламы. Дима, ты давно был в кино? Ой, последний раз я был в кино на презентации фильма, если мне память не изменяет, «Альпачино. Запах женщины». Это было давно. Это 79-й год. Ладно, шучу, я, конечно, существенно моложе. Я хотела тебе и нашим зрителям порекомендовать сходить на кино новое. Ой, спасибо, расскажи. Т-34. Рассказываю, это описание трейлера этого фильма. Дай-ка я догадаюсь. Фильм о танке. Вполне себе возможно. Смотри, какой я сегодня наблюдачный сообразительный. Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависит жизнь любимых, два закляток врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым асам. Ради своей любви и родины он готов идти до конца. Скоро этот фильм появится во всех кинотеатрах СНГ. Ну а прямо сейчас впечатления тех, кто этот фильм уже посмотрел. Нам предстоит драться на этом танке. А нам будут бить боевых. Это что, как гладиаторы, что ли? Я в книжке читал. Вот он, героический экипаж машины боевой. Несломленные асы, которым под чутким руководством молодого командира Ивушкина предстоит главное сражение в их жизни. Они станут единым целым со своим быстрым и смертоносным Т-34. И подарят зрителям настоящий форсаж на танках. Все по-направому! Т-34 это кино на современных скоростях, но с вечными ценностями внутри сюжета. В этой раскаленной до предела дуэли между героем Александра Петрова и немецкого командира Ягера создатели фильма нашли место для нежной истории любви и впечатляющей истории дружбы. Откровенные штуки, которые удалось почувствовать, наверное, осознать, сидя в этом танке. Это, конечно, вещь очень серьезная, которая прям меняет твое сознание, меняет твое отношение вообще к жизни, в принципе, к человеческой и к тому времени. И такие фильмы не то что, не знаю, важны. Я уверен, что Т-34 оставит большой след в истории российского кино и будет очень нужен и для зрителя, и для нас, не знаю, для всех, наверное. Как и главный герой фильма «Непобедимая машина Т-34» – будущая премьера настоящий технологический прорыв в российском кино. Актеры работали в настоящем танке, прочувствовали всю его мощь и прониклись удивительным героизмом своих персонажей, которые даже в минуты напряженных боев сохраняют человеческое лицо и спасительное чувство юмора. Три неповторимых, но одинаково зрелищных схватки. Взрывная драматургия и героизм на грани с отчаянием. Даже по небольшому трейлеру понятно – Т-34 – будущий хит зимнего проката. Ощутить всю мощь легендарного танка можно только в кино уже с 27 декабря. Утро – это время сиять и смеяться. И именно этим мы будем с вами заниматься и, конечно же, привлекая наших гостей. Сегодня у нас, встречая с нами утро, члены команды «Стояновка», которая не просто добралась до Украинской лиги смеха, но и действительно звездно там выступила. Ребята, доброе утро. Ваня и Ваня. Доброе утро. И Ваня Люленов, и Ваня Колесниченко где Диму потеряли? Дима уехал в Одессу. Ага, ну хорошо. Мы будем правильно отвечать на вопросы. Мы без него справимся. Итак, самый первый вопрос. Вот вы, мастера юмора, пошутите. Как часто любим говорить «и мы», мы без него справимся. Хорошо, пошутили. Спасибо, спасибо, спасибо. Зрители здесь наложите, зрители. Да, да, да. А вы привыкли к тому, что у вас всегда аплодисменты и смех закадровок? Всегда смеют, отдача есть. Оператор, чтобы смеяться. Оператор, чтобы смеяться. Не берет кому-то звонят. А что вы делаете, когда шутки не заходят, когда действительно нет возможности наложить какой-то закадровый смех? Ну, мы говорим до шутки. Ага. Вот сказал шутку, вот смешно, еще дальше говорю, еще дальше. Либо надо заколебать человека, либо… То есть, довести его до состояния смеха все-таки. Довести его до эмоций. Ага, хорошо. Это наше, мы вампиры. Или заплачут, или засмеют. А бывают времена, когда шутки, ну, вообще, то есть, заканчиваются, а смеху все нет? Бывает. Бывало? Много, тысяч раз. В этом и прикол. Людей, которые что-то добивались. Надо пройти через вот эти штуки. Огромный. Когда не заходит. Тернистый слой. Но мы сейчас не заходим, что? Ну да. Всегда не заходим. Ну, нет, заходите. Просто, действительно, это, наверное, время требовалось отдачи. А окей, а сколько времени назад вы начинали? С чего начинался ваш путь к славе? 2019 год. Да, не так давно. Всего-то каких-то 6 лет. 6 лет. Все, так давно. А что же, так хорошо, когда, как? Как вы решили, что вы хотите стать командой? Что вы хотите двигаться в направлении юмора? Ну, нам ничего не хотелось сделать, на самом деле. В этом прикол. Люди ленивые, они думают, что они, ну, гениальность близко с ленью. Вот. И лень было что-то делать, поэтому мы решили, но у нас лучше все получалось смеяться на задних парках. Мы веселились, да. А состав, кстати, сразу же образовался? Вы все вместе учились? Состав, который пришел на новое утро, да. Да, сразу. Он был сразу. Да. А остальные потом. А притирка? Долго ли вообще длилась? Долго ли набирали людей? Ну, мы не думаем об этом, о притирке и так далее. Долго были, пригодили какие-то девочки. Мы всегда пробовали с девочками. А, ну, понятно. Мы всегда пробовали с девочками. А вы дружите вообще вне команды? Нет. То есть вне игр? Нет. Это запрещено, это у нас есть задокументовано первое. Не дружить вне игр. А кто лидер вообще? Олежка, Олежка. Ага, хорошо. А, нет, это Дима, он сейчас в Одессу на конференции. Лидером будет он, окей. А ваши сценические костюмы, ваш образ, пиджаки на гулое тело. Скажите, чья была задумка? Пиджак. Это была задумка природы. Так. Пошел дождь. Так. А тело было голым приемлемо. Да, мне было холодно, я пришел к ребятам, мне работали на одном телеканале каком-то, не помню. И они мне подарили пиджак гендиректора. А гендиректоры обычно они не такие, как я. Да, да, да. Они чуть-чуть вот так вот. По большей, по шире. До хрена большие. То есть, хорошо, а какой-то бренд свой на основе пиджаков на гулое тело хотите запустить линию одессы? Это очень прикольно, но мы, типа, как бы не шьем. Швейн-то нету, образование. А вы, кстати, вот если с костюмом что-то происходит, вы с ним что-то делаете, потом вы их возобновляете, вы их новые шьете? Что-то происходит в плане пачкается. Либо, это минимально. Мы их стираем, если вы про это, да. Добавляем порошок. С пиджаком, вот, пиджак. Перешивали уже. Да, в первом сезоне был один, порвали. В втором сезоне был второй. Отдали. Да, отдали, потому что он не нужен ребятам из одной передачи «Квартал». И третий шьется. Шьется, да. Очень крутой. Все-таки на новую сценическую одежду денег так и заработали. Раскачались. Она не новая, то же самое. То же самое. Горчичный цвет, просто он чуть-чуть моднее. Желтый сейчас очень, ну, моде, правильно? Да, да, конечно, канареечный цвет. Канареечный. Да, да, да. Ты говорил, что хочешь раскачаться. Получилось? Раскачаться? Куда? На Майсе. А, я же на Майсе. Раскачаться? Нет, не получилось. Угу, не получилось. Мы заверили. Все, что было на лоно. Взял на мечту. Ну, конечно. Сейчас поговорим о том, что вы выступали на украинской публике, а она весьма чепетильная. Как она воспринимала вас? Украинская публика по... В Одессе мы вначале выступали, а там вообще это столица юмора. Поэтому там была... Как свои. Ага. Как свои. То есть иммунитет тебе привили, начиная с Одессы и дальше в дальнейшем. Лига украинского публика. В Одессе была Бессарабская лига КВН, болгарская лига. Ага. И там мы играли на болгарском. Я только вот вчера вспоминал, что мы эту лигу не выиграли никогда. Но там мы очень чувствовали себя раскован. Там мы почувствовали вот наш стиль. Мы как-то выходили, ну, как будто с болгарами разговариваем вот так. Да, да, да. Легко как-то. И потом, когда выходили на сцену и разговаривали на русском, было по-серьезному, мы чувствовали себя по-другому. Формировался стиль. Вот я хочу поблагодарить вот эту лигу за вот это. Ага. А то, что мы не выиграли, грош вам цена. Еще вернемся. Все-таки путь к славе был тернист. А вот касательно цензуры, что вы делаете? Кто-то режет? Как вы вообще это отрезаете? Редактура. Есть редактура. Во-первых, саморедактура. Вот, самоцензура. Ну, у нас много. У нас типа класс, давай, давай. Мы очень радуемся. Вы больше, короче, накидываете шуток, да, а все остальные, кто, кто уже цензурит? Да, мы там жалко было убирать. Из выражения писать, значит, вырезать. Вот мы не любили вторую часть. А вот редактура порезала сегодня тексты второго Ваня, потому что ты такой молчаливый. Почему же? Нет, мы договорились, полпередачи, я полвон. А так подожди, уже полпередачи, полутрию прошло. Ваня, включайся. А я же откуда знаю, сколько она идет. Меняемся. Как вы с дома понимаете? Стояновка любит вас, гордится вами? Ну да, да, наверное, гордится. Любят. Наверное? А вы что, не ощущаете плоды своей славы? Нет. Нет? Всего-то нет? Ну, просто нас там знают с детства, и типа, просто, о, там, что там, выступали, там, как дела, нормально. То есть вся Молдова гордится, а малая родина нет? Где? Где вся Молдова гордится? Нет, ну, Стояновка гордится, сто процентов. Нет, гордится, но так про себя. У нас люди любят в тишину. Да, да, сейчас все любят в тишину. Они очень, я недавно приехал в Стояновку, там, и был, и все не спрашивали, как, как дела, спрашивали, как ты лапнул Полякову. Только, ну, расскажи, расскажи, как. Да, вот это интересно. А портреты висят на всю стену у вас дома в ваших, в ваших семьях? Нет, 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 все, все чиномерно. Я не считал в детстве, что были портреты, там, где-то на стене, но... Ну, нет, пока, ну, это пока еще. Ну, растчатка, дорогая, да, 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 да. И к слову о том, что когда-нибудь этот момент настанет, какие дальнейшие планы, куда движемся, что хотим? Что когда-то момент настанет, что мы поставим портрет? Конечно, слава, вот она такая придется, что все будут развешивать. Ну, что дальше будет? Да, что делаете сейчас и что собираетесь? Я вот думал, что отвечать на этот вопрос. Ну, есть какие-то планы. Есть какие-то планы, мы не хотим раскрывать их, эти планы, но мы скажем, что, мы скажем, что они могут, типа, и не получиться, они могут и получиться, но прикол, мы будем идти дальше. Не, не будем все сгладить, это не точно, типа, мы идем к чему-то, мы идем вперед, дальше, Лигу Смеха, типа, мы их отыграли, нам это нравится, вот то, что мы можем сказать точно, мы не будем играть в Лигу Смеха. Ага. Вот. Хорошо, подытожил, окей. Любимая какая-то шуточка на прощание, пожелание зрителям? Любимая шуточка на прощание. Что-нибудь утреннее? Своя. Так, ну я не знаю, мы были... Нет, когда спрашивают, когда спрашивают. Ах, вот как, значит, все, мы тренируемся, попадаем в историю. Когда спрашивают по шуте, это сложно. Да, потому что... Давайте расскажем какую-то историю. Давай. Какую? На прощание. Повторите поцелуй с Поляковой. Сейчас. Повторите поцелуй с Поляковой. Зачем, если есть девушка? Ах, ладно. Ладно, я не ушла. Ну, хорошо. Да, не ушла, не ушла. Там, наверное, Дима, давай попроси, чтобы он тебя поцеловал. Именно это я и учитывала, когда я писала этот вопрос. Окей, ребята, вы действительно герои, герои нашего юмора, нашего местного. Мы вами всеми гордимся. Мы все вами гордимся. И действительно, в историю Лиги Смеха, браво. Мы желаем вам держать эту марку, держать эту планку все выше и лучше. Ну, и, конечно, в историю главное обходить, а не вляпываться. Будем продолжать наше новое утро. У нас сегодня в гостях была команда Стояновка. Ну, и, конечно же, легкого, утреннего, улыбательного настроения вам. Дима, а ты хотел быть бы таким, как комиссар Катани? Я хотел бы быть таким, как Супермен. Тебе не надо выбирать одежду. У тебя один и тот же костюм. И ты летаешь над городом. Прекрасно. Прекрасно. Но тут у меня к тебе другой вопрос. А плакала ли ты тогда, когда он погиб? Ну, естественно. Я, барышня, сентиментально, когда смотрю хорошее кино, всегда плачу. А, ты не только, когда хорошее кино смотришь, плачешь. Ноготочек сломался, плачешь. Плачешь. Волосы сегодня не так лежат, плачешь. На самом деле, сегодня мы хотим рассказать о актере Микеле Плачеда. После службы в армии он работал в полиции. Увлекшись театром, поступил в Академию драматического искусства. Всемирную известность он получил, естественно, после роли комиссара Катани. В телесериале «Спрут» где-то играл целых четыре сезона. И телесериал «Спрут» был очень популярным в Советском Союзе. В 1991 году Плачеда сыграл роль советского офицера-десантника майора Михаила Бандуру в фильме Владимира Бартко «Афганский излом». Во время съемок этого фильма в горах Таджикистана Микеле Плачеда оказался в сложной ситуации. Весной 1991 года в Таджикистане начались волнения и столкновения на межнациональной почве между таджиками и узбеками. Съемочная группа «Возвращаясь со съемок» оказалась в окружении очень агрессивно настроенных людей. Только Микеле Плачеда смог успокоить людей, урегулировать ситуацию и выйти из танка. Вот тебе и комиссар Катани в реальной жизни. Услышав эту заставку, замирала вся страна. Во время показа новых серий одного из самых успешных сериалов в 80-х пустели улицы. Об этом красавце полицейском со стильной сединой и бархатным баритоном вздыхали домохозяйки, пенсионерки и школьницы. Его имя Микеле Плачеда, впрочем, весь мир знает его как комиссара Катани. Хотя и до этого меня, конечно, знали, но после Спрута я стал звездой. Как-то у нас были съемки в тюрьме для другого проекта. И каждый раз, когда я заходил туда, мне аплодировали все камеры. Этот человек выглядит стопроцентным счастливчиком, которому все дается легко. Однако немногие знают, из какой глубочайшей нищеты когда-то выбрался Микеле и стал звездой по невероятному стечению обстоятельств. Про такое еще говорят. Счастливый случай. Микеле Плачеда родился 19 мая 46-го года в небольшом городке на юге Италии. Деньги их семье нужны были как воздух. Пятеро детей, за которыми ухаживает мать и отец, обыкновенный рабочий, пытается прокормить всю эту ораву. Самое удивительное, что все мои братья и сестры стремились хорошо учиться, и у них получалось. А вот у меня с успеваемостью совсем не ладилось. Вот что у него отлично получалось, так это пародировать героев итальянских фильмов. Его любимыми героями были персонажи То-То, Альберто Сорди, Уго Таньяцци. В перерывах между уроками он разыгрывал сценки из фильмов с их участием. За несколько секунд он поднимал настроение всем одноклассникам. Я чувствовал в себе артистический талант, который взялся вроде как ниоткуда, поскольку никто в семье ни к театру, ни к кино вообще никакого отношения не имел. О карьере актера бедняк Сьюга даже не мечтал. В 18 лет по настоянию отца он идет служить в армию, однако и там не заладилось. Муштра и железная дисциплина явно не о юном Микеле. Через год на Семейном совете парень заявил, что твердо решил покинуть очий дом. Он едет в столицу, Рим, в неизвестность, навстречу взрослой жизни. В полиции обычный патрульный Микеле Плачеда хлебнул, что называется, по полной программе. Участвовал в перестрелках, ловил мафиози. Тогда он даже и не догадывался, что опыт, который получил на службе, будет бесценным в будущей самой известной его роли. Почти наверняка офицер Плачеда так и продолжил бы наводить порядок на улицах Риба. Однако судьба словно вела его в другом направлении и подкинула первый сюрприз. В те времена для парней, отслуживших в полиции несколько лет, существовала специальная государственная программа. Они могли на льготных условиях поступить практически в любой вуз Италии. Микеле, не раздумывая, выбирает Национальную академию драматического искусства в Риме. Уже в 1969 году первый раз выходит здесь на сцену. Микеле хватается за эту возможность. Он и не мог поступить по-другому, ведь с детства мечтал о карьере актера. Вечерами после службы он бежал на репетицию, где как губка впитывал актерское мастерство коллег. Штудировал мировую литературу, философию и драматургию. Вот одна из первых его ролей. Режиссерам нравится талантливый красавчик-актер. Театральная карьера идет в гору, и службу в полицию он оставляет. Его замечают и кинопродюсеры. Впрочем, как признавался Микеле, на протяжении нескольких лет он относился ко всем своим работам в кино с пренебрежением. Я практически свои первые 4-5 фильмов не видел. Я смотрел их уже потом. И когда я смотрел на себя, даже в каких-то романтических ролях, мне почему-то было смешно. Однако это был неплохой дополнительный заработок. Возможно, я надолго. Талант, мастерство и счастливые случаи. Вот идеальный рецепт счастья. В начале 80-х Микеле соглашается сыграть главную роль начальника криминальной полиции в сериале «Спрут». Бюджет был небольшим, сценарий незамысловатым. Многосерийный фильм изначально считался достаточно проходным. Однако сериал неожиданно выстреливает и становится суперхитом. Именно образ комиссара Катани делает Микеле Плачета звездой мирового масштаба. Я комиссар полиции и не могу принимать подарков. Это касается и моей семьи. Извини, это моя вина. Паула, если мы будем принимать подарки, люди могут подумать, что нас можно купить. Комиссар Катани действительно стал настоящим народным героем. Олицетворением справедливости, мужества и неподкупности. А для женской половины еще и символом мужской красоты. До меня доходили сигналы, что и настоящие мафиози очень ценили моего героя. Думаю, это связано с его качествами, смелостью, честностью. Комиссара они уважают больше, чем какого-нибудь коррумпированного политика. Следующие три сезона только закрепили успех сериала. Однако актер принимает решение раз и навсегда покончить со съемками в Спруте. Он просто устал от образа комиссара. Идея убить Катани принадлежала мне. За шесть лет он мне просто надоел. Конечно, режиссер фильма расстроился, а продюсер фильма почти плакал. Но я их убедил, и Катани убили. Я здесь. Несмотря на неслыханную популярность сериала, Микеле не стал заложником одного кинообраза. Он сыграл еще более чем в 20 картинах, среди которых «Афганский излом» и «Незнакомка». В возрасте 44 лет он впервые попробовал себя в качестве кинорежиссера. А его авторская работа 2005 года «Криминальный роман» была отмечена национальной кинопремией за лучший сценарий, который был создан самим Плачедо. Микеле Плачедо всю жизнь слыл с женским любимчиком. Его личная жизнь складывалась бурно. Сейчас он женат уже в третий раз, имеет пятерых детей от разных браков. Что ж, то, что Микеле Плачедо вытянул счастливый билет, это, конечно, случай. А вот то, что смог им воспользоваться и развить успех, несмотря на множество преград, целиком его заслуга. Говоря языком подводников, в таких холодах хочется быстренько прыгнуть в машину, задрать люки, включить обогрев на полную и торпедой устремиться на работу. Да, на работу не хочется устремляться, но вообще ехать в теплой машине хочется. Хочется, по крайней мере, мы так должны говорить нашим зрителям, но на самом деле это правда. Нам действительно хочется каждое утро видеть вас. Мы вас не видим, конечно, но чувствуем точно. Вот тем подводным лодкам, кто так же, как и мы, устремляется в сторону рабочих, будней. Следующая полезная информация. Мы и наши партнеры, топливная компания «Вента» проводим розыгрыш. Двух тысяч шлеев и дисконтной карты, которую вы можете получить, отправив смс со словом «Вента» на номер телефона, который видите у себя на экране. Вот хочется отметить, даже у нас Таис до сих пор этой дисконтной карты нет. Нам нельзя участвовать в этом розыгрыше, а вам можно. Да, и даже нужно. Мы в конце месяца обязательно выявим победителя. Генеральный спонсор передачи «Нес Кафе». Данный материал содержит элементы рекламы. В Китае обнаружили самую высокую в мире 11-летнюю девочку. Рост ее, девочку зовут Чан Цзюй. Рост ее, как ты думаешь, какой? Ну, я знаю новость, да, но порази наших зрителей, которые знают, что китайцы низко хорошая нация. 10 лет. Девочка, представитель низкорослой нации, 208 сантиметров ее рост. То есть она уже больше двух метров. Что будет дальше? Она, я думаю, остановится на этом, может быть. Ты знаешь, на самом деле она живет в провинции Шэньдунь на высокей стране, учится в шестом классе, мечтает стать баскетболистой. Так вот, с такими успехами, если она продолжит расти и дальше, уже годом к 20 она сможет просто с мячом идти через всю баскетбольную площадку. Ну, любовь к спорту, кстати, ей привела ее мама, которая была, играла за сборную. Во-первых, а сейчас тренирует команду. Несмотря на то, что девочка такая высокая и активная спортсменка, она еще помимо этого занимается музыкой, занимается танцами, посещает различные кружки. И, кстати, рост матери и отца для китайцев тоже весьма высок, 180 сантиметров. Но никак, не 2.08. Не 2. Ну, то есть какое-то определенное время они еще не удивлялись тому, что девочка так интенсивно растет. А потом она перевалила эту отметку. Одноклассники рассказывают, что очень хорошо относятся девочки, они редко просят поднять их на руки, но потому что ты же сидишь, допустим, на китайской стене, да, и он поднимает ее повыше. Вот, и тут высоко сижу, далеко гляжу. Так что это была фраза отнюдь не Машеньки из сказки. Некоторые жалуются на то, что им приходится задирать шею для того, чтобы поговорить с этой девочкой. И стоит отметить, что рост типичной китаянки в этом возрасте – 137 сантиметров. Ой, даже, Дима, ты бы задирал голову, разговаривая с этой девочкой. По версии книги рекордов Гиннесса, самой высокой девочкой на данный момент считается 12-летняя Софья Холлис из Англии. Однако ее рост на данный момент составляет всего-то 188 сантиметров. И это ниже, чем наша юная китаянка. И вот теперь вопрос. Собирается ли китайская чита Джан зарегистрировать свою дочку как новую рекордсменку? А вот рекордсменка по сбору новостей в нашей программе, как всегда, это Олеся Кайряк. Олеся, доброго тебе утра. Расскажи что-нибудь интересное на этот раз. Спасибо, коллеги. Буду стараться бить собственные же рекорды. Доброе утро и удачного старта нового дня и новой недели всем вам, дорогие телезрители. В этот час мы уже готовы поделиться с вами некоторыми новостями. Молдову и Россию ожидают увеличение товарооборота между странами в разы. Об этом заявили участники заседания Молдороссийского экономического совета. Собрание провели в Москве. На нем выступил и президент Молдовы Игорь Дадон. Эксперты обсудили краткосрочные и долгосрочные перспективы бизнеса в Молдове и договорились отслеживать с развития инвестиционных проектов. Российские бизнесмены заявили о готовности увеличить объем инвестиций в Молдову минимум до 1 миллиарда долларов в год. Однако российские бизнесмены не готовы рисковать финансами и хотят определенных гарантий. Прийти в Молдову они намерены при наступлении политической стабильности в стране. Российский бизнес настроен на очень активную работу. Те инструменты, которые мы создаем, просто помогут молдавским и российским предпринимателям преодолеть те сложности, которые последние годы накопили, связанные с границей, таможней, отсутствием каких-то инструментов, недопониманием, ну и разными юрисдикциями. По окончанию заседания молдавский президент назвал его новым успешным этапом реализации стратегической программы, благодаря которой будет восстановлено полноценное торгово-экономическое сотрудничество между Молдовой и Россией. Сегодня услышали, увидели желание со стороны российских партнеров приходить в Молдову, приходить надолго. Из того, что я сегодня услышал, я думаю, что во второй половине следующего года, в зависимости от внутриполитической ситуации в Республике Молдова, у нас будет очень серьезный прорыв по всем направлениям, я имею в виду инвестиционным. То, что касается торговли, я жду серьезного прорыва после Нового года. Напомним, ранее президенты двух стран достигли договоренности о снятии таможенных пошлин на пять товарных позиций, представляющих основу экспортного потенциала Молдовы – на вино, консервы и плодо-овощную продукцию. Члены Совета договорились об оказании содействия в реализации соглашений и меморандумов о сотрудничестве, подписанных на Первом Молдороссийском экономическом форуме. Также на заседании рассмотрели предложение ввести бренд «Сделано в России», который можно было бы использовать для маркировки продукции из Молдовы, прошедшей полный контроль. Предполагается, что при внедрении бренда будут учтены особенности юрисдикции обеих стран и растаможивание будут проводить прямо на территории Молдовы. Для этого планируется открытие специального логистического хаба, в котором будут проводить досмотр как сторона производителя, так и российские специалисты. Проживающие за рубежом граждане нашей страны смогут получать молдавские пенсии. Соответствующий законопроект парламент принял во втором чтении. Для установления права на пенсию гражданин должен подать заявление в отдел национальной кассы соцстрахования по последнему месту жительства в нашей стране. Также бенефициар будет обязан раз в год предъявлять ведомству справку, подтверждающую, что он жив. В случае, если получатель не представит документ по истечению установленного срока, выплата пенсии будет приостановлена. Отметим, что на данный момент договор о социальном страховании, предусматривающий подобную возможность, наша страна заключила пока только с 12 странами, среди которых Румыния, Чехия, Португалия, Болгария и другие. Напомним, весной этого года Конституционный суд постановил, что проживающие за границей Молдавания имеют право на пенсию. Новости международные далее. У жителей Токио появилась уникальная возможность познакомиться поближе с русской живописью. Там открылась выставка картин Третьяковской галереи. Экспозиция под названием «Романтичная Россия» состоит из работ художников 19-го и 20-го веков. Их картины по замыслам организаторов должны передать японской публике чувства и эмоции, которыми пронизано русское искусство. Подбор картин на этой выставке тщательно продуман. Осенние пейзажи Левитана, Шишкина, Мясоедова – первое, что встречает такийцев, когда они входят в этот зал с улицы. В Японии сейчас в разгаре сезон любования отцветающей листвой. Из японской осени зрители попадают в осень русскую. Чем похожи, чем они отличаются? Третьяковская галерея отвечает на этот вопрос шедеврами русских художников второй половины 19-го – начала 20-го веков. За осенью следует зима – жанровые сцены обычных людей. Обо всем этом японцы читали у Толстого, Чехова, Гоголя, Тургенева. Русских писателей в Японии знают гораздо лучше, чем художников. Слышали в произведениях Чайковского, Мусоргского, Римского, Корсакова. А теперь уникальный шанс увидеть, как это все выглядело на самом деле. Эти картины интересно разглядывать, их интересно обсуждать. Там есть сюжет, там подмечены какие-то очень яркие выразительные детали. И эта выставка, я думаю, один из шагов на пути к действительно серьезному глубокому знакомству Японии с отечественным изобразительным искусством. Сцены природы чередуются с галереей портретов. Великие люди на великих полотнах – Репинский, Крамской и Рубинштейн или Шаляпин кисти Коровина. А за ними целая серия картин женских образов – от реальных до сказочных, как эта «Снегурочка» Виктора Васнецова. Действительно, эта картина выбрана для японских зрителей для того, чтобы можно было и это рассказать, расширить их знания. И потому, что в ней действительно соединяется музыкальный, словесный, драматический, поэтический, живописный образ воедино. Выставка «Романтичная Россия» проходит в рамках Перекрестного года культур России и Японии. Но далее перейдем к обзору основных спортивных новостей. Сильнейший молдавский теннисист Раду Албат вышел в полуфинал турнира серии «Челленджер» в индийском городе Пуна. В полуфинале он обыграл индийского спортсмена Саси Кумар Мукунде со счетом 6-3, 4-6, 6-1. Следующий соперник Албата в полуфинале – Праджниш Гуннесварен самым высоким местом среди теннисистов из Индии в рейтинге ATP 110. Молдавский теннисист занимает 102-ю строчку. О других достижениях наших спортсменов и лишь предстоящих событиях узнаете из нашего традиционного обзора. Двое молдавских спортсменов стали призерами международных состязаний в Болгарии. Воспитанники отделения вольной борьбы муниципальной спортивной школы Камрата завоевали серебряную и бронзовую медали. Второе место занял Александр Тулба в категории 59 килограммов. И третье – Роман Фазлы в категории 43 килограмма. Всего в турнире приняли участие 250 спортсменов из Греции, Македонии, Турции, Украины и Молдовы. Генеральный секретарь Ассоциации европейских футбольных клубов Микеле Чентенара поздравил президента футбольного клуба «Шериф» Виктора Гушана за воеванием команды 17-го чемпионского титула. Как он отметил в своем послании, это достижение является кульминацией вдохновляющей и напряженной работы сотрудников на всех уровнях футбольного клуба. Чентенара также пожелал команде успехов в соревнованиях Уэфа в следующем сезоне и предстоящих играх национальной дивизии. Непростое испытание предстоит бойцу Кейуан Надежде Канцер. На турнире «Фия Уолдсериас» она проведет бой в весовой категории до 48 килограммов против опытной спортсменки Суады Салимовой, представляющей Азербайджан. Сейчас Канцер усиленно тренируется, проводит работу над ошибками и делает все возможное, чтобы их избежать. Соревнования пройдут 8 декабря в столичном легкоатлетическом манеже. Отметим, что Надежда Канцер провела на профессиональном ринге 8 поединков. 7 выиграла, 1 проиграла. Она является чемпионкой весовой категории до 51 килограмма. Команда студентов Государственного университета города Камрад стала победителем республиканского турнира по футболу «Студенческая лига» среди высших учебных заведений Молдовы. Футболисты были удостоены золотых медалей и главного кубка футбольного чемпионата. Организатором республиканского турнира «Студенческая лига» выступила Федерация футбола Молдовы. Всего в чемпионате приняли участие команды 15 университетов страны. А на данный момент наш утренний новостной блог завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и всей недели. И, конечно же, доброго утра. Коллеги, вам слово. Олеся, спасибо тебе большое за самые свежие новости в этот понедельник. Ну а чем же еще можно пробудить наших зрителей, мы расскажем с Димой прямо сейчас. С добрым утром вас! С новым утром! Приветствую вас, Таиса Разумовская. И Дмитрий Спиваков. Ну и, дорогие наши телезрители, если вдруг вы только-только посыпаетесь, потягиваетесь в кроватке, думаете, боже, как же хорошо, воскресенье, никуда не надо, спешу вас расстроить. Сегодня понедельник. Вот, и именно поэтому я пью кофе на скафе Голд, ты делаешь то же самое правильно, а это хорошее решение. А помимо этого, мы рассказываем обо всем самым интересным из того, что происходит в мире, так что слушайте нас внимательно. Сегодня расскажем о том, как найти донора на хоккейном матче. О том, как живется самой высокой в мире девочке, ее рост 208 сантиметров, а ей всего 11 лет. О том, что интуиция, бывает, приводит к огромному выигрышу. И, наконец, расскажем о наших любимых медведях. Ну и, наконец-то, расскажем еще о том, чем же знаменательна сегодняшняя дата в истории. 101 год назад, в 1917 году, была образована Национальная хоккейная лига НХЛ. На тот момент в одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире вошли пять клубов. Монреаль Канадиенс, Монреаль Марунс, Торонто Аренас, Оттава Сенаторс и Квебек Буллдогс. Первый сезон НХЛ прошел 19 декабря 1917 года в Монреале. В настоящее время в лиге играет 31 команда из 30 городов США и Канады, которые ежегодно сражаются за самый главный трофей лиги НХЛ – Кубок Стэнли. Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых популярных в мире детских телепередач. Как ты думаешь, какая? «Спокойной ночи, малыши». Правильно! Это весьма уникальный и успешный проект. Один из самых невероятных в истории телевидения. Ведь сейчас ее смотрят и очень любят уже четвертое поколение зрителей. Дима, я поняла одно. Мы с тобой похожи на Филе и Каркушу. Я стесняюсь спросить, Таис, кто из нас? Ты Филя, я Каркуша. Все очевидно. Смотри, ты сейчас просто ходишь по минному полю. В СССР эта программа стала самой первой познавательно-развлекательной семейной телепередачей. Она, кстати, до сих пор занимается формированием семейных ценностей, воспитанием в детях базовых каких-то человеческих понятий. Передача «Спокойной ночи, малыши» свою историю ведет с 26 ноября 1963 года, с того дня, как она стала разрабатываться на Шаболовке, когда стали писать сценарий, рисовали эскизы этих самых кукол, когда наконец-таки разрабатывали декорации. Я вот подумал, хорошо, что ты не сказала, что я Хрюша. 26 ноября 1939 года родилась Тина Тернер, обладательница премии MTV Music Awards, восьми премий Грэмми, звание королева рок-н-ролла. Сегодня знаменитая Тина Тернер ведет активный образ жизни, много выступает, записывает песни. В ее дискографии более 10 альбомов. На многие ее песни сняты клипы. По мнению журнала Rolling Stone, она является одной из величайших певиц современности. Ну и, конечно, канунцем дня сегодняшнего, сегодня в 10.00 пройдет ежегодная научная конференция Национального художественного музея Молдовы. В Кишиневе завершились дни детской библиотеки. На неделе проводились тематические конференции, мини-семинары, вручались награды. Писатель Николай Абусуев представил свою новую книгу. Была организована выставка молодого художника Калины Янаки. Но самым долгожданным событием была презентация нового букваря под названием «Абичидар», составленного поэтом Василием Романчуком. Они еще не знают теорему Пифагора и таблицу умножения. Правила правописания эти ребята выучат позже. Воспитанники детского сада сейчас знакомятся с самым элементарным – алфавитом. П-Ч-Э Учить буквы дошкольникам теперь стало намного интересней, ведь в руках новый букварь с красочными иллюстрациями. Автор учебника – Василий Романчук, у которого за плечами десятки изданных книг для детей. Составить новый букварь ему предложила одно из кишиневских издательств. Василий Алексеевич ответил согласием без долгих раздумий. Над книгой работал четыре месяца, вложил в нее частичку сердца. На презентацию труда автор пригласил своих юных читателей в библиотеку. Книга для детей пишется намного сложнее, чем любая другая книга. Она должна быть доступной и понятной. Детям нужно сказать не только чик-чирик и другие подобные фразы, но и объяснить важные вещи, доступные для их понимания. У букваря единая концепция. Тема учебника – животные. На каждой странице четверостишки и картинка с изображением лесного обитателя. Когда ребенок изучит всю книгу, он познакомится и с фазаном, и с ежиком, и с лисой. Последние несколько страниц отведены цифрам, чтобы дети научились не только читать, но и считать. Букварь составлен таким образом, что детям намного легче будет выучить новую букву. Например, если ребенку нужно выучить букву «Д», то весь текст напечатан черным шрифтом, а буква «Д» – красным. Взрослые говорят, что самое главное – привить ребенку любовь к текстам, к учебе, заинтересовать его настолько, чтобы получение знаний стало для него настоящим увлечением. И в этом ответственность лежит не только на воспитателях детских садов и библиотекарях, но и на родителях, старших братьях и сестрах. Чтение ребятам книг вслух и рассказ истории положительно влияет на них. Воображение ребят обогащается, они начинают быстрее говорить, запоминают новые слова, развивается творческое мышление. У Василия Романчука в детстве своего букваря не было. Читать его учили старшие сестры. То, чего ему не хватало в детстве, он теперь с удовольствием дарит детям. Говорит, что обязательно напишет для дошкольников и учащихся начальных классов еще несколько книг. Ведь взрослая жизнь начинается с освоения самых элементарных знаний. Полиция продолжает информировать школьников о вреде наркотиков. Акция под названием «Я люблю жизнь, я говорю наркотикам нет» и мероприятия в рамках этой акции будут проводиться до 14 декабря 2018 года. Они проходят в 7-12 классах учебных заведений столицы. Вместе с тем дети и подростки проинформированы о возможности участия в конкурсе «Скажи нет» наркотикам, которые проводятся в рамках этой кампании. Компания лансатой из-за Института полиции, и с помощью Ассоциации общества «Дидактические Апликати», это очень хорошо привезда для наших детей. Думаю, что они получают информации, не только для дирижения, не только для администрации уния института, «Дорвейшие перцы персуани карелис пункт без приимпакту у дрогурла, раз у проведения санатой тейлор». И вот, наконец, этот миг настал. Наши долгожданные новости. Наконец-то появились новости о медведях. Ой, ну как давно их не было. Вообще, медведи – это практически второй символ нашей программы. А первый? Ну, тут есть один шатун, понимаешь, как бы я сейчас про себя говорю. А о медведях настоящих, нормальных, мы вот любим, обожаем просто рассказывать. И, наконец-то, появилась новость. В Неваде, штат Калифорния, недавно сотрудник полиции освободил медвежонка, откуда бы вы думали, из захлопнувшегося мусорного бака. Ну, откуда еще, понимаешь, зима, кушать хочется. Хочется. Поэтому мусорки – это самое место, где можно найти еду. На загруженной в Твиттер видеозаписи видно, как медведицы наблюдают за происходящим с соседнего холма, а при этом сержант Монпер, который помог медвежонку выбраться из плена, рассказал, что за последние недели таким же аналогичным образом он уже спас двух медвежон. Какой-то настоящий медвежий герой. Кстати, коллеги его в шутку уже даже прозвали Медвежий Шептун. Медвежий Шептун, это мило. Правоохранительные органы, естественно, уже обратились к местным жителям с просьбой закрывать мусорные баки, дабы избежать подобных инцидентов. Пришло время узнать новости высоких технологий и узнать, каких же вершин достигли IT-специалисты. Ну, например, мало кто знает, но рядом стоит с Разумовской, где сейчас сидит робот. Знала ли ты, что это произведение IT-специалистов? Значит, IT-специалисты преуспели. А ты заметила, как я скромно сказал, произведение IT-специалистов. Что нового приготовили для вас производители смартфонов, мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, узнавала Ирина Славина. Всем привет! Это рубрика «Хай-тек» и самые свежие новости за прошедшую неделю. Лаборатория Касперского перенесла в Швейцарию хранения и обработку данных пользователей из Европы и еще пяти регионов мира. Создание продуктов, компания и обновление антивирусных баз теперь будут производиться в Тюрихе. Такое решение российская компания приняла после обвинения в кибершпионаже со стороны американских и британских властей. А теперь обо всем по порядку. История началась осенью 2017-го, когда Wall Street Journal опубликовал статью, в которой рассказывалось, как именно лаборатория Касперского наткнулась на хакерскую группировку Equation, в медиа, более известную как подразделение кибероперации АНБ. Оказывается, один из подрядчиков агентства нацбезопасности США, который занимался как раз разработкой кибероружия, взял, что называется, работу на дом. Дописывал и переписывал Трояна и вирусы спецслужбы на своем домашнем личном ноутбуке, на котором был установлен антивирус Касперского. Тут шпионский детектив превращается в комедию, то есть антивирус сделал ровно то, что должен был сделать. Обнаружил незнакомые ему вредоносные программы и сами файлы и новинок Троянов поднял в облако для включения в антивирусные базы и изучения. В числе прочего и архив с исполняемыми файлами, исходным их кодом и даже документацией с грифом «Совершенно секретно». Лаборатория заявила, что антивирус работал штатно, документы были уничтожены и вообще, казалось бы, это не ее вина, что антивирусу подсунули для сканирования вирусы. Но разведсообщество США или, во всяком случае, его часть решила, что лаборатория Касперского работает в интересах спецслужб России и администрация Трампа приняла специальный закон о запрете использования продуктов ЛК в американских госорганах. Далее от продажи антивируса отказались крупные ритейлеры. В общем, американский рынок для компаний закрылся, хотя Касперский и предлагал исходники программ для проверки. Америка и дело не закончилось. Сначала британцы, а потом и еврокомиссия выпустили предупреждение относительно продуктов компании. И хотя прямых обвинений в шпионаже не было, европейские регуляторы озаботились уже самим фактом того, что антивирус по природе своей на глубоком уровне сканирует систему и имеет связь с московскими дата-центрами. В судебном порядке оспорить эти удары по репутации и американский закон о запрете не удалось. И чтобы сохранить рынок, лаборатория вынуждена была искать другие способы. Часть IT-компаний с российскими корнями, которые, быть может, не удостоились именного запрета, но все равно живут в атмосфере подозрений, и русские хакеры сделали это, решают ту же самую проблему переездом, фактически отказом от российского происхождения. Лаборатории этот путь не подошел. В результате было принято решение вынести дата-центр, в котором собираются данные иностранных, пока только из ЕС-клиентов, в нейтральную европейскую страну, Швейцарию. Эти данные – подозрительные или вредоносные файлы, найденные антивирусом на компьютерах в Европе и загруженные в облако для обновления антивирусных баз. Большая часть работы с этими файлами автоматическая, и она тоже будет производиться в Тюрихе. Открытие дата-центра в Тюрихе – это ответ на страхи и волнение пользователей продуктов Касперского. Ведь все переживают за возможность перехвата информации спецслужбами разных стран. Офис в Швейцарии в государстве с очень жесткими законами дает уверенности пользователям, что здесь их данные наиболее защищены. Кроме того, центр прозрачности – это место, где регуляторы или корпоративные клиенты смогут ознакомиться с исходным кодом антивируса, убедиться, что в нем нет закладок, бэкдоров или уязвимостей. Центр прозрачности в швейцарском офисе выглядит как обычная комната, но с особыми правилами безопасности. Вход по специальному паролю. Каждого человека обыскивают металлоискателем. Заходить в центр прозрачности можно только с ручкой, блокнотом или карандашом. Все, что делает сотрудник, отслеживает одновременно несколько камер. Конечно, такая процедура – разбор исходного пода с карандашом – дело нетривиальное, но не то чтобы небывалое. Приблизительно также сертифицирует свою продукцию операционку Windows для работы в госорганах Microsoft. Что-то подобное вынужден был сделать для своих продуктов и Huawei после того, как американцы обвинили эту компанию в шпионаже в пользу Китая в 2012-м. На этом у меня все. С новостями в мире высоких технологий я вернусь к вам ровно через неделю. До встречи! Понедельник – это такое несколько трудное время для того, чтобы винтиться вот в эту начавшуюся новую неделю с таким тонусом, с такой жизненной энергией, чтобы хотелось вешать дела и какие-то большие подвиги. Если вы чувствуете себя амебой, то вам необходимо встряхнуться и взбодриться. И, кстати, сделать это необходимо, впустив в свою жизнь что-то новое. Я сейчас имею в виду, конечно же, нашу программу «Новое утро». А во-вторых, подпишитесь на наши аккаунты в социальных сетях. Это страница в Фейсбуке «Новое утро» на РТР Молдова, а также наш аккаунт в Инстаграме «Новое утро.ртр». Подписывайтесь, ну а мы пока уходим на небольшую рекламу и скоро к вам вернемся. Данный материал содержит элементы рекламы. Их как будто не существует, но налоговая инспекция своим всевидящим оком в Саурону, например, прекрасно знает, что происходит на территории нашей страны и может наказать даже виртуальных нарушителей. Под раздачу попали некоторые виртуальные магазины, которые вели свою незаконную деятельность. Изворотливым предпринимателям пришлось заплатить штрафы. Наверняка многие из нас пользуются интернет-магазинами. Конечно, их популярность сегодня неоспорима. Но как часто мы задумываемся о налоговой цене вопроса? Судя по результатам последнего рейда, в Молдове об этом думают в последнюю очередь не только покупатели, но и сами продавцы. По данным Государственной налоговой службы, только с августа 2017 года по август 2018 было составлено 169 протоколов, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью в интернете. Из штрафов на общую сумму в 234 тысячи лев в 212 тысяч пришлось на штрафы физическим лицам, которые занимались коммерческой деятельностью посредством соцсетей. То есть это было способом их постоянного получения дохода. При этом данные лица не были юридически зарегистрированы. Они действовали вне правового поля. В Молдове самым распространенным местом незаконной онлайн-продажи товаров и услуг, как утверждает специалист, стал портал 3девятки.мд и соцсеть Facebook. Там лучше всего удается реализовать мобильные телефоны, наручные часы, косметику, компьютерную технику, автомобильные аксессуары и запчасти, а также услуги, связанные с авторемонтом. Сотрудники налоговой службы порой месяцами занимаются только одним отдельно взятым случаем, чтобы выследить продавца и доказать неправомерность его действий. Главная проблема в том, чтобы определить объем продажи, ведь онлайн-оператор, так называемый консультант или веб-адрес самого магазина могут меняться хоть каждый месяц, при том, что физическим лицом остается один и тот же человек. Сегодня, например, адрес условный flori.md, завтра flori.md, а послезавтра это может быть flori24.md. Нам еще не так трудно, когда домен молдавский, мд, но ведь есть .com, есть множество других доменов и сайтов, которые мы не в состоянии отслеживать. Зато можно отслеживать объем ввозимого товара, чем государственная налоговая служба и занимается. Сейчас, в частности, активнее ведется мониторинг физических лиц, которые регулярно делают интернет-покупки, как правило, из Китая. Чаще всего именно эти люди осуществляют сбыт уже на территории Молдовы. Чтобы не оказаться в числе свыше полутора сотни оштрафованных, государственная налоговая служба призывает вести бизнес законно регистрировать свою коммерческую деятельность. Передовые технологии автомобилестроения в России шагают семимильными, простите за тавтологию, шагами. Как говорят специалисты, все гениальное просто, и они уже тестируют автомобиль на солнечных батареях. С ним вам не надо будет искать зарядную станцию, подсоединять зарядку, вообще самый настоящий солнцемобиль. Ну что же, последуем за солнцем, и мы в нашем следующем сюжете. Чтобы подзарядить этот электромобиль, не обязательно искать розетку. Можно оставить машину на открытом месте. К концу дня она накопит довольно много энергии, ведь ее капот и крыша – солнечные батареи. Мы провели 3D-оцифровку, соответственно, транспортного средства, воссоздали уже в стекле капот. После этого мы взяли фотоэлектрические ячейки, это солнечные панели, и с обратной стороны их приклеили на инкапсулянт, который позволяет убрать воздух. Всего здесь 120 ячейк. Соединены так, что даже если одна выйдет из строя, система продолжит работать. А капот открывается? Безусловно. Помимо электродвигателя здесь прячутся аккумуляторы. Причем ячейки находятся в специальном блоке. Он их охлаждает или наоборот подогревает, чтобы вокруг батареи всегда было 20 градусов. Это очень важно, так как у нас в России климат очень сильно разнится, от плюс 30 до минус 60, грубо, 50 градусов. И мы должны были сделать именно систему термостатирования, которая позволит работать батареей во всем диапазоне климата. Но вообще такой автомобиль больше подходит для солнечных регионов, вроде Краснодарского края или Приморья. Там большую часть дней фотоэлементы будут давать прибавку к пробегу чуть ли не в 20 километров. Но инженеров заботила в первую очередь экология. Использование возобновляемой солнечной энергии нам позволяет за год сэкономить 300 киловатт-часов энергии. То есть в пересчете на выбросы СО2 это 215 тысяч грамм СО2 в год. Надо сказать, в мире уже существуют серийные автомобили с фотопанелями. И во всех случаях электричество, что они дают, скорее приятный бонус. Основная ставка на традиционные источники. Машины, которые обходятся одной лишь энергией солнца, строят пока лишь для инженерных соревнований. Основная проблема это то, что даже самые эффективные панели, размещенные на крыше автомобиля, в самую яркую погоду, не способны выдавать достаточное количество энергии для продвижения полноценного автомобиля. Поэтому приходится делать облегченный корпус, очень обтекаемую форму и низкий вес. Это модель от студентов и аспирантов Санкт-Петербургского политеха. Прошедшим летом она участвовала в Американ Солар Челлендж. Показала скорость в 105 километров в час. И, кстати, была признана лучшей машиной от команд новичков. Сегодня в политехе работают над созданием второго солнцемобиля, с которым уже через год планируют выступить на чемпионате в Австралии. Дима, а ты давно был в кино? Ой, последний раз я был в кино на презентации фильма, если мне память не изменяет, альпачина «Запах женщины». Это было давно. Это 79-й год. Ладно, шучу, я, конечно, существенно моложе. Я хотела тебе и нашим зрителям порекомендовать сходить на кино новое. Ой, спасибо, расскажи. Т-34. Рассказываю, это описание трейлера этого фильма. Дай-ка я догадаюсь. Фильм о танке. Вполне себе возможно. Ты смотри, какой я сегодня наблюдачный. Слушай, слушай о чем. Несообразительный. Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависит жизнь любимых, два закляток врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым асам. Ради своей любви и родины он готов идти до конца. Скоро этот фильм появится во всех кинотеатрах СНГ. Ну а прямо сейчас впечатления тех, кто этот фильм уже посмотрел. Нам предстоит драться на этом танке. А нам будут бить боевые. Это что, как гладиаторы, что ли? Я в книжке читал. Вот он, героический экипаж машины боевой. Несломленные асы, которым под чутким руководством молодого командира Ивушкина предстоит главное сражение в их жизни. Они станут единым целым со своим быстрым и смертоносным Т-34 и подарят зрителям настоящий форсаж на танках. Все по-направому! Т-34 это кино на современных скоростях, но с вечными ценностями внутри сюжета. В этой раскаленной до предела дуэли между героем Александра Петрова и немецкого командира Ягера создатели фильма нашли место для нежной истории любви и впечатляющей истории дружбы. Откровенные штуки, которые удалось почувствовать, наверное, осознать, сидя в этом танке. Это, конечно, вещь очень серьезная, которая прям меняет твое сознание, меняет твое отношение вообще к жизни, в принципе, к человеческой. И к тому времени. И такие фильмы не то что, не знаю, важны. Я уверен, что Т-34 оставит большой след в истории российского кино и будет очень нужен и для зрителя, и для нас, не знаю, для всех, наверное. Как и главный герой фильма «Непобедимая машина Т-34» будущая премьера – настоящий технологический прорыв в российском кино. Актеры работали в настоящем танке, прочувствовали всю его мощь и прониклись удивительным героизмом своих персонажей, которые даже в минуты напряженных боев сохраняют человеческое лицо и спасительное чувство юмора. Три неповторимых, но одинаково зрелищных схватки. Взрывная драматургия и героизм на грани с отчаянием. Даже по небольшому трейлеру понятно – Т-34 – будущий хит зимнего проката. Ощутить всю мощь легендарного танка можно только в кино уже с 27 декабря. Порой непрогнозируемые бывают наши решения и какие-то последствия поступков. Вот, например, иногда хоккейный матч может спасти жизнь. Совсем недавно американка по имени Келли Савацкий нашла донора почки благодаря баннеру, который она принесла на матч Национальной хоккейной лиги. Ее история опубликована на сайте НХЛ, кстати, у которого сегодня день рождения. В марте 2018 года Питцбург Пингвис, она является поклонницей именно этой команды, пришла на встречу с Монреаль Кеннеди с плакатом, на котором было написано. Далее цитатов. «Хоккейные фанаты мне нужна почка! Искренне ваша Келли!» Пресс-служба Питцбурга опубликовала это фото в своем твиттер-аккаунте и чуть позже она стала вирусной. Публикацию эту увидел житель штата Делавер Джефф Линд. Он-то и предложил девочке свою почку, причем сделал это абсолютно безвозмездно. Потребовалось 8 месяцев для того, чтобы уладить все вопросы. И вот, наконец, 6 ноября в Савацке была проведена операция. В настоящее время как она, так и ее донор чувствуют себя хорошо. Ну и небольшая история, которая предшествовала произошедшему. В канун Рождества 2015 года Савацкий подхватила инфекцию, которая привела к заражению кровью. У нее стали отказывать легкие и почки. В результате врачам удалось стабилизировать ее состояние, но ей была необходима пересадка почек. Ситуация осложнилась, когда болезнь стала прогрессировать, и Савацкий могла не дождаться донора. Поэтому-то она и пошла на этот шаг. Решила попросить помощи у хоккейных болельщиков. И, что характерно, это все-таки сработало. Ну, правда, это отчаянный шаг, но и отчаянные меры были необходимы, на мой взгляд. Поэтому не бойтесь озвучивать то, что вам необходимо перед широкой аудиторией. Тогда удача всегда будет вам улыбаться. О том, что еще происходит в мире, знает, как всегда, наша коллега Олеся Коряк. Олеся, доброго тебе утра. Спасибо, Дима. Тем более, что я нашу широкую аудиторию совсем не боюсь, а, напротив, очень люблю. Доброе утро и удачного старта новой недели всем вам, дорогие телезрители. В этот час мы уже готовы поделиться с вами некоторыми новостями. Молдову и Россию ожидают увеличение товарооборота между странами в разы. Об этом заявили участники заседания Молдо-Российского экономического совета. Собрание провели в Москве. На нем выступил и президент Молдовы Игорь Дадон. Эксперты обсудили краткосрочные и долгосрочные перспективы бизнеса в Молдове. Договорились отслеживать развитие инвестиционных проектов. Российские бизнесмены заявили о готовности увеличить объем инвестиций в Молдову минимум до 1 миллиарда долларов в год. Однако российские бизнесмены не готовы рисковать финансами и хотят определенных гарантий. Прийти в Молдову они намерены при наступлении политической стабильности в стране. Российский бизнес настроен на очень активную работу. Те инструменты, которые мы создаем, просто помогут молдавским и российским предпринимателям преодолеть те сложности, которые последние годы накопились, связанные с границей, таможней, отсутствием каких-то инструментов, недопониманием и разными юрисдикциями. По окончанию заседания молдавский президент назвал его новым успешным этапом реализации стратегической программы, благодаря которой будет восстановлено полноценное торгово-экономическое сотрудничество между Молдовой и Россией. Сегодня услышали, увидели желание со стороны российских партнеров приходить в Молдову, приходить надолго. Из того, что я сегодня услышал, я думаю, что во второй половине следующего года, в зависимости от внутриполитической ситуации в Республике Молдова, у нас будет очень серьезный прорыв по всем направлениям, я имею в виду инвестиционным. То, что касается торговли, я жду серьезного прорыва после Нового года. Напомним, ранее президенты двух стран достигли договоренности о снятии таможенных пошлин на пять товарных позиций, представляющих основу экспортного потенциала Молдовы – на вино, консервы и плодо-овощную продукцию. Члены Совета договорились об оказании содействия в реализации соглашений и меморандумов о сотрудничестве, подписанных на Первом Молдороссийском экономическом форуме. Также на заседании рассмотрели предложение ввести бренд «Сделано в России», который можно было бы использовать для маркировки продукции из Молдовы, прошедшей полный контроль. Предполагается, что при внедрении бренда будут учтены особенности юрисдикции обеих стран и растаможивание будут проводить прямо на территории Молдовы. Для этого планируется открытие специального логистического хаба, в котором будут проводить досмотр как сторона производителя, так и российские специалисты. Проживающие за рубежом граждане нашей страны смогут получать молдавские пенсии. Соответствующий законопроект парламент принял во втором чтении. Для установления права на пенсию гражданин должен подать заявление в отдел национальной кассы соцстрахования по последнему месту жительства в нашей стране. Также бенефицар будет обязан раз в год предъявлять ведомству справку, подтверждающую, что он жив. В случае, если получатель не представит документ по истечению установленного срока, выплата пенсии будет приостановлена. Отметим, что на данный момент договор о социальном страховании, предусматривающий подобную возможность, наша страна заключила пока только с 12 странами, среди которых Румыния, Чехия, Португалия, Болгария и другие. Напомним, весной этого года Конституционный суд постановил, что проживающие за границей молдавания имеют право на пенсию. Новости международные далее. У жителей Токио появилась уникальная возможность познакомиться поближе с русской живописью. Там открылась выставка картин Третьяковской галереи. Экспозиция под названием «Романтичная Россия» состоит из работ художников 19-го и 20-го веков. Их картины по замыслам организаторов должны передать японской публике чувства и эмоции, которыми пронизано русское искусство. Подбор картин на этой выставке тщательно продуман. Осенние пейзажи Левитана, Шишкина, Мясоедова – первое, что встречает такийцев, когда они входят в этот зал с улицы. В Японии сейчас в разгаре сезон любования отцветающей листвой. Из японской осени зрители попадают в осень русскую. Чем похожи, чем они отличаются? Третьяковская галерея отвечает на этот вопрос шедеврами русских художников второй половины 19-го – начала 20-го веков. За осенью следует зима – жанровые сцены обычных людей. Обо всем этом японцы читали у Толстого, Чехова, Гоголя, Тургенева. Русских писателей в Японии знают гораздо лучше, чем художников. Слышали в произведениях Чайковского, Мусоргского, Римского, Корсакова. А теперь уникальный шанс увидеть, как это все выглядело на самом деле. Эти картины интересно разглядывать, их интересно обсуждать. Там есть сюжет, там подмечены какие-то очень яркие выразительные детали. И эта выставка, я думаю, один из шагов на пути к действительно серьезному глубокому знакомству Японии с отечественным изобразительным искусством. Сцены природы чередуются с галереей портретов. Великие люди на великих полотнах. Репинский, Крамской и Рубинштейн или Шаляпин кисти Коровина. А за ними целая серия картин женских образов. От реальных до сказочных, как эта «Снегурочка» Виктора Васнецова. Действительно, эта картина выбрана для японских зрителей для того, чтобы можно было и это рассказать, расширить их знания. И потому, что в ней действительно соединяется музыкальный, словесный, драматический, поэтический, живописный образ воедино. Выставка «Романтичная Россия» проходит в рамках Перекрестного года культур России и Японии. Но далее перейдем к обзору основных спортивных новостей. Сильнейший молдавский теннисист Раду Албат вышел в полуфинал турнира серии «Челленджер» в индийском городе Пуна. В полуфинале он обыграл индийского спортсмена Саси Кумар Мукунде со счетом 6-3, 4-6, 6-1. Следующий соперник Албата в полуфинале – Праджни Ашгун Несварен – самым высоким местом среди теннисистов из Индии в рейтинге ATP 110. Молдавский теннисист занимает 102-ю строчку. О других достижениях наших спортсменов и лишь предстоящих событиях узнаете из нашего традиционного обзора. Двое молдавских спортсменов стали призерами международных состязаний в Болгарии. Воспитанники отделения вольной борьбы муниципальной спортивной школы Камрата завоевали серебряную и бронзовую медали. Второе место занял Александр Тулба в категории 59 килограммов. И третье – Роман Фазлы в категории 43 килограмма. Всего в турнире приняли участие 250 спортсменов из Греции, Македонии, Турции, Украины и Молдовы. Генеральный секретарь Ассоциации европейских футбольных клубов Микеле Чентенара поздравил президента футбольного клуба «Шериф» Виктора Гушана за воеванием команды 17-го чемпионского титула. Как он отметил в своем послании, это достижение является кульминацией вдохновляющей и напряженной работы сотрудников на всех уровнях футбольного клуба. Чентенара также пожелал команде успехов в соревнованиях УФА в следующем сезоне и предстоящих играх национальной дивизии. Команда студентов Государственного университета города Камрад стала победителем Республиканского турнира по футболу «Студенческая лига» среди высших учебных заведений Молдовы. Футболисты были удостоены золотых медалей и главного окупка футбольного чемпионата. Организатором Республиканского турнира «Студенческая лига» выступила Федерация футбола Молдовы. Всего в чемпионате приняли участие команды 15 университетов страны. А на данный момент наш утренний новостной блог завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и всей недели. И, конечно же, доброго утра. Коллеги, вам слово. В понедельник после долгих выходных важно привести себя в тонус. Свежая информация и быть в курсе всего происходящего в мире. Поэтому, Олеся, огромное тебе спасибо за те новости, которыми ты с нами делишься. А мы продолжаем наше утро. Говоря языком подводников, в таких холодах хочется быстренько прыгнуть в машину, задрать люки, включить обогрев на полную и торпедой устремиться на работу. Да, на работу не хочется устремляться, но вообще ехать в стеклом машине хочется. Нам-то хочется. По крайней мере, мы так должны говорить нашим зрителям. Но, на самом деле, это правда. Нам действительно хочется каждое утро видеть вас. Мы вас не видим, конечно, но чувствуем точно. Вот тем подводным лодкам, кто так же, как и мы, устремляется в сторону рабочих, будней, следующая полезная информация. Мы и наши партнеры, топливная компания «Вента» проводим розыгрыш 2000 леев и дисконтной карты, которую вы можете получить, отправив смс со словом «Вента» на номер телефона, который видите у себя на экране. Вот хочется отметить, даже у нас ТАИС до сих пор этой дисконтной карты нет. Нам нельзя участвовать в этом розыгрыше, а вам можно. Да, и даже нужно. Мы в конце месяца обязательно выявим победителя. Данный материал содержит элементы рекламы. Утро – это время сиять и смеяться, и именно этим мы будем с вами заниматься, и, конечно же, привлекая наших гостей. Сегодня у нас, встречая с нами утро, члены команды «Стояновка», которая не просто добралась до украинской лиги смеха, но и действительно звездно там выступила. Ребята, доброе утро. Ваня и Ваня. Доброе утро. И Ваня Люленов, и Ваня Колесниченко. Где Диму потеряли? Дима уехал в Одессу. Ага, ну хорошо. Мы будем правильно отвечать на вопросы. Мы без него справимся. Итак, самый первый вопрос. Вот вы, мастера юмора, пошутите. Как часто любим говорить и мы, и мы без него справимся. Хорошо, пошутили. Спасибо, спасибо, спасибо. Зрители здесь наложите, зрители. Да, да, да. А вы привыкли к тому, что у вас всегда аплодисменты и смех закадровок? Смех, которая есть. Операторы должны смеяться. Операторы должны смеяться, да? Не берег, кому-то звонят. А что вы делаете, когда шутки не заходят? Когда действительно нет возможности наложить какой-то закадровый смех? Ну мы говорим до шутки. Ага. Вот сказал шутку, вот мне смешно, еще дальше говорю, еще дальше. Либо надо заколебать человека, либо довести его до состояния смеха. Довести его до эмоций. Ага, хорошо. Это наша. Мы вампир. Или заплачут, или засмеют. А бывают времена, когда шутки, ну вообще, то есть заканчиваются, а смеху все нет? Бывает. Бывало? Много, тысяч раз. В этом и прикол. Людей, которые что-то добивались. Надо пройти через вот эти штуки, когда они заходят. Но мы сейчас не заходим, что? Всегда не заходим. Ну, нет, заходите. Просто действительно, это, наверное, время требовалось отдачи. А окей, а сколько времени назад вы начинали вообще? С чего начинался ваш путь к славе? 2012 год. Да, не так давно. Всего-то каких-то 6 лет. 6 лет. Все, так давно. А что же, так хорошо, когда, как? Как вы решили, что вы хотите стать командой? Что вы хотите двигаться в направлении юмора? Ну, нам ничего не хотелось сделать, на самом деле. В этом прикол. Люди ленивые, они думают, что они, ну, гениальность близко с ленью. Вот. Лень было что-то делать, поэтому мы решили. Ну, у нас лучше все получалось смеяться на задних парках. Мы веселились, да. А состав, кстати, сразу же образовался? Вы все вместе учились? Состав, который пришел на новое утро, да. Да, сразу. Он был сразу. А остальные потом. А притирка? Долго ли вообще длилась? Долго ли набирали людей? Ну, мы не думаем об этом. А притирки и так далее. Долго были, пригодили какие-то девочки. Мы всегда пробовали с девочками. А, ну, понятно. Кто лидер вообще? Олежка, Олежка. Ага, хорошо. А, нет, Дима, он сейчас в Одессе. В Одессе на конференции. Лидером будет он, окей. А ваши сценические костюмы, ваш образ, пиджаки на гулое тело. Скажите, чья была задумка? Пиджак. Это была задумка природы. Так. Пошел дождь. А тело было голым при этом? Да, мне было холодно. Я пришел к ребятам, они работали на одном телеканале каком-то, не помню. Наверное, было. И они мне подарили пиджак гендиректора. А гендиректоры обычно, они не такие, как я. Да, да, да. Они чуть-чуть вот так вот. Больше, больше. Да хрена большие. То есть, хорошо, а какой-то бренд свой на основе пиджаков на гулое тело хотите запустить линию. Это очень прикольно, но мы типа как бы не шьем. Шве это нету, образование. А вы, кстати, вот если с костюмами что-то происходит, вы с ними что-то делаете, потом вы их возобновляете, вы их новые шьете? Что-то происходит в плане пачкается. Либо, это минимально. Мы их стираем, если вы про это, да. Добавляем порошок. С пиджаком, вот, пиджак. Перешивали уже с парасом. Да, в первом сезоне был один, порвали. В втором сезоне был второй. Отдали. Да, отдали, потому что он не нашим ребятам из одной передачи квартала. И третий шьется. Шьется. Очень крутой. Все-таки на новую синическую одежду денег так и заработали. Раскачались. Она не новая, то же самое. То же самое. Горчичный цвет, просто он чуть-чуть моднее. Желтый сейчас очень, ну, моде, правильно? Да, да, конечно. Коноречный цвет. Коноречный. Да, да, да. Ты говорил, что ты хочешь раскачаться. Получилось? Раскачаться? Куда? На Массе. А, я же на Массе. Раскачаться? Нет, не получилось. Угу, не получилось. Мы заметили. Я уходил в одного, да? Взял на мечту. Ну, конечно. Сейчас поговорим о том, что вы выступали на украинской публике, а она весьма щепетильная. Как она воспринимала вас? Украинская публика по... В Одессе мы вначале выступали, а там вообще это столица юмора, поэтому там было... Как своих. То есть иммунитет тебе привили, начиная с Одессы и дальше в дальнейшем. Лига украинского публика. В Одессе была Бессарабская лига КВН, болгарская лига. И там мы играли на болгарском. Я только вот вчера вспоминал, что мы эту лигу не выиграли никогда, но там мы очень чувствовали себя раскованно. Там мы почувствовали вот наш стиль. Мы как-то выходили, ну, как будто с болгарами разговариваем вот так легко как-то. И потом, когда выходили на сцену и разговаривали на русском, было по-серьезному, мы чувствовали себя по-другому. Формировался стиль, вот я хочу поблагодарить вот эту лигу за вот это. А то, что мы не выиграли, грош вам цена. Еще вернемся. Все-таки путь к славе был тернист. А вот касательно цензуры, что вы делаете? Кто-то режет? Как вы вообще это отреживаете? Редактура. Во-первых, саморедактура. Вот, самоцензура. Ну, у нас много, у нас типа класс, давай, давай. Мы очень радуемся. Вы больше, короче, накидываете шуток, да, а все остальные, кто уже цензуры? Да, мы там жалко было убирать. Есть выражение писать, значит, вырезать. Вот мы не любили вторую часть. А вот редактура порезала сегодня тексты второго Вани, потому что ты такой молчаливый. Почему же? Нет, мы договорились, полпередачи, я полвон. А так подожди, уже полпередачи, полнотревью прошло. А я же откуда знаю, сколько она идет. Меняемся. Как вас дома принимают? Стояновка любит вас, гордится вами? Ну да, да, наверное, гордится. Любят. Наверное? А вы что, не ощущаете плоды своей славы? Нет. Нет? Всего-то нет? Ну, что, ну, просто нас там знают с детства, и типа, просто, о, там, что там, выступали, там, как, дело, нормально. То есть вся Молдова гордится, а малая родина нет. Нет, ну, где вся Молдова гордится? Нет, ну, Стояновка гордится, сто процентов. Нет, гордится, но так про себя. У нас любят в тишину. Да, да, сейчас все любят в тишину. Да. Они очень, я недавно приехал в Стояновку, там, и был, и все они спрашивали, как, у вас дела, спрашивали, как ты лапнул Полякову. Только, ну, расскажи, расскажи, как. Да, вот это интересно. А портреты висят на всю стену у вас дома, в ваших семьях? Нет. Нет, 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 все, все чиноверно. В детстве, чтобы были портреты, там, где-то на стене, но... Ну, нет, пока, ну, это пока еще. Ну, распечатка, распечатка, да, 5 лет. И к слову о том, что когда-нибудь этот момент настанет. Какие дальнейшие планы? Куда движемся? Что когда этот момент настанет, что мы поставим портрет? Конечно, слава, вот она такая придет, что все будут развешиваться. Ну, что дальше будет? Да, что делаете сейчас и что собираете? Я вот думал, что отвечать на этот вопрос? Ну, есть какие-то планы? Есть какие-то планы, мы не хотим раскрывать их, эти планы. Но мы скажем, что, мы скажем, что они могут, типа, и не получиться. Они могут не получиться, но прикол, мы будем идти дальше. Не, не будем сгладиться, это не точно, типа, мы идем к чему-то. Мы идем вперед, дальше. Лигу смеха, типа, мы их отыграли, нам это нравится. Вот то, что мы можем сказать точно, мы не будем играть в Лигу смеха. Ага. Вот. Хорошо, подытожил. Окей. Любимая какая-то шуточка на прощание, пожелание зрителям. Любимая шуточка на прощание. Что-нибудь утреннее. Своя. Так, ну я не знаю. Мы были... Ах. Не, ну когда спрашивают, когда спрашивают. Ах, вот как. Значит, все, тренируемся, попадаем в историю. Когда спрашивают по шути, это сложно. Да. Давайте расскажем какую-то историю. Давай. Какую? На прощание. Повторите поцелуй с Поляковой. Сейчас. Повторите поцелуй с Поляковой. Можно? Зачем, если есть девушка? Ах. Ладно, я не ушла. Ну хорошо. Да, не ушла, не ушла. Там, наверное, Дима, да факт, попроси, чтобы он тебя поцеловал. Именно это я и учитывала, когда я писала этот вопрос. Окей, ребята, вы действительно герои, герои нашего юмора, нашего местного. Мы вами всем гордимся. Мы все вами гордимся. Вы вошли действительно. Спасибо. В историю Лиги Смеха, браво. Мы желаем вам держать эту марку, держать эту планку, все выше и лучше. Ну и, конечно, в историю главное входить, а не вляпываться. Будем продолжать наше новое утро. У нас сегодня в гостях была команда Стояновка. Ну и, конечно же, легкого утреннего улыбательного настроения вам. В Китае обнаружили самую высокую в мире 11-летнюю девочку. Рост ее, девочку зовут Чьян Цзюй. Рост ее, как ты думаешь, какой? Ну, я знаю, новость, да. Но порази наших зрителей, которые знают, что китайцы низкорослой нации. 208 сантиметров ее рост. То есть она уже больше двух метров. Что будет дальше? Она, я думаю, остановится на этом, может быть. Ты знаешь, на самом деле она живет в провинции Шэньдунь на высокей стране, учится в шестом классе, мечтает стать баскетболистой. Так вот, с такими успехами, если она продолжит расти и дальше, уже годом к 20 она сможет просто с мячом идти через всю баскетбольную площадку. Ну, любовь к спорту, кстати, ей привела ее мама, которая была, играла за сборную. Во-первых, а сейчас тренирует команду. Несмотря на то, что девочка такая высокая и активная спортсменка, она еще помимо этого занимается музыкой, занимается танцами, посещает различные кружки. И, кстати, рост матери и отца для китайцев тоже весьма высок, 180 сантиметров. Но никак, не 2,08. Не 2, ну, то есть какое-то определенное время они еще не удивлялись тому, что девочка так интенсивно растет, а потом она перевалила эту отметку. Одноклассники рассказывают, что очень хорошо относятся девочки, они редко просят поднять их на руки, но потому что ты же сидишь, допустим, на китайской стене, да, и он поднимает ее повыше, вот, и тут высоко сижу, далеко гляжу. Так что это была фраза отнюдь не Машеньки из сказки. Некоторые жалуются на то, что им приходится задирать шею для того, чтобы поговорить с этой девочкой. И стоит отметить, что рост типичной китаянки в этом возрасте 137 сантиметров. Ой, даже, Дима, ты бы задирал голову, разговаривая с этой девочкой. По версии книги рекордов Гиннесса, самой высокой девочкой на данный момент считается 12-летняя Софья Холлис из Англии. Однако ее рост на данный момент составляет всего-то 188 сантиметров. И это ниже, чем наша юная китаянка. И вот теперь вопрос, собирается ли китайская чита Джан зарегистрировать свою дочку как новую рекордсменку? Казалось бы, интуиция. То чувство, в наличии даже которого многие из нас не верят. А мне кажется, суть этой новости немножко другая. Надо слушать маму. Вот, ну это априори, конечно же. Истина. Надевай шапочку. Это так. Я-то надеваю. А вот еще достаточно слушать того, что советует вам мама, если речь заходит о лотерее. Как оказалось, жительница американского штата Северная Каролина по имени Шелби Трип выиграла в лотерею недавно совсем 4 миллиона доллара, когда она просто прислушалась к совету своей матери. Да, Трипер сказала, что совсем скоро после Хэллоуина ей позвонила ее мама, сказала, что только что она выиграла в лотерею 500 долларов США. И у нее есть какое-то странное предчувствие, что вслед за мамой лотерейный билет должна купить дочка. Ой, вот бы мне моя мама так позвонила. Американка не отмахнулась от этого совета, что самое важное, и прислушалась к нему. Молодец какая! Потому что это впоследствии для нее стало счастливым случаем. Она приобрела билет в местной лотерее, ничего особо не ожидала. Как она сказала, я его отложила, даже не стерла защитный слой, занималась делами по дому, уборкой, готовкой, и вспомнила об этом билете лишь только вечером. И вдруг узнала, что выиграла 4 миллиона долларов. Не поверила своим глазам. Я бы тоже не поверил. Далее цитата. Мне пришлось позвать маму, чтобы она увидела, что я рассмотрела все правильно, когда она подтвердила, что зрение молодую девушку не обманула. Я носилась по дому и кричала около получаса. Вот что рассказала счастливая американка. Я бы делала так же. Девушка, конечно же, собирается отплатить матери сполна за ее совет, хочет отремонтировать ее дом. Погасить ипотеку за этот самый дом, кстати. Да, почему бы нет? 4 миллиона. Вот. Я думаю, что денег хватит на все решительно. А вот отсюда и мораль. Слушайте, мама, вот когда тебе твоя мама звонит с утра, вот прямо во время съемок и говорит, Татья, скажи, пожалуйста, вот когда рекламу смотрю, скажи, ты позавтракала? Позавтракала, мама. Обязательно. Так что сейчас, пользуясь случаем, привет, маме, прозвучал. Маме привет, конечно. И будем, да, слушать маму, а еще будем слушать интуицию. Вообще к ней желательно прислушиваться, так же, как и к нашему гороскопу. Овен. Сегодня в кругу родных вы найдете ответы на многие вопросы, а затем с новыми силами возьметесь за дело. В этом месяце вас ждут успехи. Посвятите этот день себе или близким людям, которые будут рады вас видеть, так как в августе вы, вероятно, не особо радовали их своим вниманием и присутствием. Телец. День символизирует приятные неожиданности и сюрпризы. Вероятно, избранник готовит подарок. Это может быть столик на двоих в экзотическом ресторане, небольшое путешествие или приглашение в гости. Сегодня можете сказать любимому человеку заветные слова, которые вы так давно собирались произнести. Близнецы. Сегодня многие молодые близнецы сумеют постоять за себя, с успехом заключат коммерческую сделку и даже получат выигрыш. Возможно, из вас получится замечательный бизнесмен. Вам придется интенсивно и эффективно трудиться ради будущего успеха и позитивной перспективы. Рак. Наиболее сложный день может быть для женщин-раков, которые могут разрываться между профессиональными, общественными и семейными обязанностями. В предстоящем зодиакальном месяце женщинам-ракам полезно немного отвлечься, отодвинуть работу на второй план. К тому же семейные заботы могут потребовать срочного вмешательства. Лев. Вас ждет такое множество телефонных звонков и информации, что если не соблюдать заранее намеченные планы, то растеряетесь, засуетитесь, и в результате день будет полон мелких, но совершенно бесполезных событий. Сегодняшний день – хорошее время для общения с друзьями, совместных прогулок и поездок с детьми. Не отказывайтесь от любовного свидания. Дева. В первой половине месяца у многих представителей этого знака совсем не будет времени на домашние дела и проблемы. Постарайтесь укрепить свои отношения в семье с близкими, чтобы было на кого положиться. Весы. Не исключено, что сегодня весам будет не хватать выдержки, организованности, уравновешенности, практического смысла. Им будет трудно довести начатые дела до логического завершения. Не старайтесь заниматься сразу несколькими делами, не будьте самонадеянными и суетливыми. Скорпион. У вас хорошие шансы добиться положительного изменения в карьере или финансовой деятельности. Не упустите свой шанс, и удача улыбнется вам еще не раз. Стрелец. Этот день благоприятен для обучения, расширения связей, обновления эмоционального восприятия. Ваше счастье состоит в том, чтобы получить удовольствие, радость и острые ощущения в результате творческих усилий. Козирог. Жизнь козирогов забурлит. Интуиция может опозриться до предела, как и готовность к крайним мерам. Можно заработать много денег. В сентябре работайте с удвоенной силой. У вас все получится. И к концу года вас ждет успех в интеллектуальной деятельности и радость в семье. Водолей. Влияние планет может привнести в жизнь водолеев различные изменения. У этих людей быстрая реакция, острый ум. Они деятельны и решительны. Умеют аргументированно спорить. Вы достигнете всего, чего хотите. Только не останавливайтесь на полпути. Рыбы. С переходом Венеры в символический дом денег многие рыбы преуспеют в материальной накачке семейного бюджета. Возможен дополнительный доход от фермерской деятельности, от земли и ее продуктов. По гороскопу неплохое время для приобретения недвижимости, аренды земельных участков. Таким был старт новой недели, потому что начиналась она с новым утром, с Дмитрием Спиваковым. И с Таис Розумовской. Мы начинали наш день с чашки кофе на с кафе «Голд». Чего и вам советуем. Естественно, мы увидимся с вами завтра утром. Будем вас пробуждать, радовать и вдохновлять на житейские подвиги. В 7 утра. Увидимся ровно в 7. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином «Орсей». Генеральный спонсор передачи «Нес-кафе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова